добро пожаловать на канал hard reset info и ты добрый человек сейчас услышишь монолог монолог это короче нет так понимаю вы понимаете что это разговорное видео видео о том как чувствовать себя телефон my 20 pro huawei my 20 pro в 2020 году ну если вдруг вы хотите сразу услышать ответ чувствует себя вполне нормально то есть хорошо по поводу камеры говорит нечего камера хорошая и в 2020 году и в 2025 году мне кажется он тоже будет нормальный ну потому что камера здесь действительно хороша видео на этот телефон получается в 150 миллиардов раз лучше чем в самом начале они пообновляли много приложений в том числе и камеру и видеосъемка теперь действительно на высоте хоть раньше она тоже не хромал в общем то что вот как вы видите я пользуюсь этим устройством то есть это не так как все остальные телефоны у нас на канале да они пролетом прохожие скажем так нет этот девайс действительно всегда у меня в руках всегда у меня в кармане что могу сказать по поводу автономности в начале он держал двое суток вообще без проблем он у меня выдерживал около 10 иногда 12 ребят 12 часов экрана когда блогеры показывали да что его круто телефон выдерживает 8 часов экрана у меня он держался 12 возможно потому что я не был настолько сильно к нему требователем требователем да но в общем то он действительно держал невероятно много сейчас спустя почти три года до спустя уже почти три года телефон уверенно держит день просто вообще без никаких проблем и до аккумулятор здесь замечательно по поводу приложений у меня их полно да то есть это даже скажем так по поводу его памяти с память у него все отлично память быстро достаточно даже на сегодняшний день вот скажем так все приложения которые установлены телефон это еще не учитывая не учитывая давайте посмотрим не учитывая каких-то там встроенных приложений которые у меня по папкам пора ставлен так сап адвайс что ты вообще хочешь от меня уйди вот тут еще куча приложений гугловских в общем то ребят приложение на него накачал огромную массу я просто не могу полностью заполнить от девайс данными да то есть полностью память забить хоть здесь у меня 128 гиков как вы видите у меня почти все уже занято но это спустя три года я его не чищу то есть да у меня некоторые приложения здесь чтобы вы понимали я их не открывал ни разу наверное ну разве что как только его скачал например вот это вот программа от вимхофф и вообще не знаю что до сих пор дела я за нее заплатил на удалять не нужно в общем то и вот так со многими приложениями например dolby on боже что это вообще такое зачем она у меня есть за ландо асос я вообще не понимаю что короче и теперь я понимаю что действительно нужно мне все-таки навести порядок но если у вас на диван на устройстве много приложений и вы даже некоторые из них никогда не открывали это очень хороший знак это значит что памяти в нем настолько много что в принципе его хват ее хватает например тут очень много приложений вот я сейчас смотрю и обычно я не смотрю на все мои рабочие столы и так просто открываю ищу то что мне нужно каким образом вот так вот просто открываю рабочий стол или что-то мне нужно так вот смахиваю ищу то что мне нужно например инстаграм да и сразу же его открываю а по-моему я испарил личную переписку а ничего страшно в общем то как по поводу быстродействия что там по поводу быстродействия с быстродействия тоже здесь все отлично если вы можете заметить не учитывая то что приложений на нем огромное множество быстро открывается абсолютно все например тот же давайте реанер это тяжелое приложение очень тяжелое она открывается невероятно быстро то есть реанер это вообще не знаю как скажем так солидная компания не можете позволить нормальное приложение чтобы она быстро работала но работает она хорошо только на действительно мощных устройствах как вы видели вот без никакой подготовки она очень быстро открылась тот же болт давайте болты такси наверное все знают вот к примеру открывается тоже невероятно быстро все работает быстро и плавно даже сейчас приложение я кстати подсчитал приложение гугловские за это время то есть за три года увеличились в своем размере на 100 мегабайт с копейками а фейсбук на целых 400 да вы можете посмотреть на некоторых сайтах есть статистика размера приложений и их скажем так размер в оперативной памяти да то есть сколько они занимают оперативной памяти и да действительно они все начали тянуть намного больше оперативки то есть память это такое дело я могу просто поудалять хита левое приложение которыми никогда не пользуюсь например google подкасты боже вот а опять стыдно немножко вот боже просто все круто и все то есть телефон действительно работает сейчас быстро ваннот браузер вообще стандартный короче не будешь заниматься удалением всего все работает хорошо достаточно но конечно же бывают подлагивания бывают подлагивания бывают полные просадки полнейшие особенно если ты там открываешь chrome да и на каком-то сайте начинаешь смотреть фильм тогда случается небольшая беда бывает просто картинка зависает и полностью интерфейс гугла вернее google chrome вообще не реагирует что я делаю в такой ситуации это немножко конечно танец с бубна хотя нет позже просто лак андроидовский беру вот таким вот образом уменьшаю приложение захожу в панель открытых приложений и захожу в него заново и все и тогда эта проблема моментально решается возможно у кого-то из вас тоже была такая беда будете знать как ее быстро решить нечего больше рассказывать то есть телефон работает достаточно быстро давайте посмотрим как он чувствует себя в колде допустим я в колду игра очень редко но когда играю я использую средние настройки графики для того чтобы он чуть медленнее разряжался и короче мне так комфортно немного играть а сейчас с вами посмотрим что будет если включить максимальные настройки графики то есть полностью все выставить на full я сам лично не пробовал ну вот мне сам сейчас стало интересно потому что после последнего обновления обязательно колдюти сказали что они улучшили качество графики очень сильно и так давайте заходим в графику вы видите у меня стоит везде медиум давайте поставим very high ага то есть если смотрите если я себе ставлю средние настройки графики можно поставить все максимальный фреймрейт то есть частота кадров в секунду а если оставлю максимальную максимальную сроки графики тогда то есть пропадает последний пункт короче максимальное количество кадров в секунду так давайте поставим все сразу так глубина резкости не знаю что это тоже установлю в общем то сейчас все должно быть вроде как на максе так давайте пробуем зайти в каточку абсолютно любую но давайте зайдем в обычный бой для того чтобы посмотреть потому что здесь полностью реализовывается весь графический потенциал не буду сейчас углубляться скажем так в детали но в королевской битве графика такая себе это не зависит от телефона вот с таким небольшим скажем так небольшой задержкой не характерно для этого телефона он запуская с горем пополам эту игру ну видно что немножечко вроде как бы напрягается но все-таки мы проверим с вами так лет на самом деле ну смотрите он чувствует себя очень плавно очень то есть это максимальные настройки графики и играет он очень так мне не особо удобно так играть но все же то есть да он не подлагивает давайте зайдем в какое-то место чуть более вот так меня прибили давайте зайдем вместо чуть более скажем так с большим количеством разных деталей давайте попробуем затем ангар ребят наверное думают боже что это за игрок такой все время левает на тебя так идем вот смотрим ангар тут есть и свет и все и и отражение и дополнительные прозрачные текстуры ну ребят как вы видите он вообще не лагает так с меня сейчас убьют иди сюда так пока вот давайте зайдем в эту часть тут тоже должно быть типа безграничное количество деталей если пройти аккуратненько вот сюда можно увидеть что ну действительно все отрисовывается невероятно хорошо ну это уже конечно текстуры самой игры такие себе но в общем то то что он должен отработать он отрабатывает просто замечательно при этом он ну пока что нагрева не чувствуется но конечно же он нагревается будет при максимальных настройках графики гораздо быстрее ну что можно было узнать на с того что он на максималках запустил call duty это самый лучший тест на производительность это говорит о том что действительно он он хорош то есть на сегодняшний день он хорош конечно же если вы возьмете в руки какой-то там тот же вот у меня только что на руках был 7 ими 9 он работает на процессоре snapdragon 855 и он работает гораздо быстрее то есть это действительно ощущается хоть в играх например да он не так хорошо поддерживается как этот телефон потому что телефон уже достаточно долго на рынке хоть и тот уже долго короче в общем то поддержка скажем так оптимизация под этот телефон гораздо лучше чем на тот же сяоми ми девятый это я говорю вообще без скажем без озрения совести потому что действительно это так даже если не брать во внимание игры а просто посмотреть на тот же фейсбук а фейсбук я вам скажу это самая такая наверное тяжелая программа бессмысленно тяжелая программа которая есть да он работает невероятно медленно на большинстве устройств и на этом телефоне тоже не такое прям уж исключение потому что он тут тоже иногда бывает подлагивать зависает если ты переходишь там с фейсбука например в мессенджер тогда она вот что-то переходит на другой аккаунт и так постоянно но мне кажется это больше проблемы самого мессенджера хоть на айфонах такого не происходит да то есть если у тебя здесь несколько аккаунтов в фейсбуке тогда ты когда переходишь с одного аккаунта вернее если ты сидишь на фейсбуке да и у тебя добавлено несколько аккаунтов ты переходишь в мессенджер она тебя перекидывает просто на какой-то левый аккаунт который сейчас не активирован а ты на него когда-то зашел вот была проблема в самом начале с уведомлениями то есть уведомления приходили очень хаотично и некоторые вообще не не приходили у меня такая проблема была с телеграмом то есть какие-то приложения от каких-то приложений просто сообщение не приходили потому что не приходили да и приходилось колдовать возможно у кого-то из вас есть такая проблема сейчас расскажу как она решается в общем-то приходилось колдовать через приложение, по-моему, как оно называется, боже, я не помню, по-моему, безопасность, нет? В общем-то, нужно было колдовать через приложение со счетом, я не помню, как оно называется, не могу его сейчас найти, полнейший балаган, но это можно решать и через настройки типа приложения, выбирать какое-то приложение, например, давайте посмотрим, тот же Telegram, вот так вот у нас прошла с горем по полным выгрузкам, видно, что он уже начинает напрягаться время от времени, да, то есть иногда ему не хватает мощности, чтобы обработать что-то мгновенно, моментально, но по большей мере он себя чувствует еще хорошо, то есть я в руках держал и OnePlus последний, и все, и честно скажу, нет особого желания менять этот телефон на какой-то другой, вот допустим, давайте тот же PixArt, я знаю, что это, наверное, глупо, но мне действительно важны уведомления от этого приложения, и раньше они у меня вообще никак не приходили до обновления, в котором они поправили, хоть на форумах Huawei говорят, что проблему с уведомлениями до сих пор не поправили, это действительно беда, но хоть у меня и все изменилось, я покажу, как это решается, короче, обязательно нужно разрешить уведомления, да, потому что некоторые иногда их отключают случайно, там легко их отключить, и потом, после этого, есть такая штука, которая называется разрешение, давайте загуглим, найдем их, разрешение, вот здесь она будет, вот тут, в общем-то вот и все, как вы видите, телефон все чувствует достаточно хорошо в 2020 году, конечно же, наверное, лучше купить какой-то свежий телефон сейчас, но если вдруг у вас появилась возможность по дешевке купить бэушный телефон Huawei Mate 20 Pro, и хозяин телефона, это важно, если хозяин телефона согласится взять и помыть его сейчас под краном, прямо сейчас под водой, да, если он действительно согласится, и согласится еще денек подождать, все здесь не будет хорошо, тогда смело нужно брать, почему? Сейчас объясню, потому что если телефон падал, или он разбирался, тогда у него не будет уже влагозащиты, да, то есть если он сильно падал, там в каком-то месте погнулся, ну это логично, скажем так, герметичность телефона повреждена, и резиночки какие-то, которые обеспечивали влагозащиту, они отошли со своих осей, скажем так, тогда он будет уже водопроницаем, влагопроницаем, и в таком случае, конечно же, телефон лучше не брать, если продавец действительно согласен взять и утопить телефон прямо сейчас перед вами, опустить его там в небольшую, в неглубокую там мысочку с водой, там, сантиметров 20-30 под воду, на полминуты хотя бы, да, тогда можете брать, и если действительно продавец согласится, и согласится еще подождать денек, что все здесь будет хорошо, не отключится ли он после этого, тогда вообще с поко берите телефон и не думайте, потому что он действительно, вот правда, он хорош, например, вот на какой телефон можно его поменять, кроме айфона, да, там, в принципе, ни на какой толку, на гугл пиксель, ну, такое, стандартный чистый голый андроид выглядит так себе, малофункционален, например, я на чистый андроид не смогу пересесть с этого устройства, потому что там просто нет банальной защиты приложений по отпечатку или по сканеру лица, и, а это очень важно, это очень удобно, там нет встроенного приложения, клонирования приложений, это действительно неудобно, да, потому что, ну, короче, это просто, зачем они брали и насыщали свою оболочку разными функциями, для того, чтобы было удобнее им пользоваться, в общем-то, с этим телефоном, с этого телефона на голый андроид пересаживаться, мне кажется, нет никакого смысла, если пересаживаться на OnePlus, тут еще можно подумать, потому что, да, OnePlus, у них тоже фирменная оболочка, она сближена к чистому андроиду, но там есть очень много полезного и интересного сорта, которого даже не хватает на этом телефоне, но, честно вам скажу, цены на OnePlus, это просто что-то невероятное, если смотреть на OnePlus, то только с седьмого, ну, если хочешь себе дорогой телефон, то только с седьмого, а там цены невероятные, даже на бэушное устройство, а бэушный OnePlus с седьмой, без заявленной влагозащиты, смысл брать, ну, не знаю, есть ли смысл, вот, а этот телефон действительно чувствовать себя еще будет хорошо, ну, по ощущениям, скажу, я не эксперт, но по ощущениям еще года два он будет вот топчик, да, но это, конечно же, уже решать вам, я надеюсь, вам понравилось это бессмысленное, наверное, немного видео на сколько там минут, сейчас посмотрю на камеру, о боже, на всех 20 минут, и, ну что ж, прощаюсь с вами, не забрасывайте помидорками, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok